всем привет сегодняшнее видео будет о канарейках произошла непредвиденная ситуация канарейка почувствовала себя плохо накануне перед тем как нести яйца то есть она строила активным образом строила гнездо и я захожу вечером смотрю она нахухлилась так вот пушистая такая сидит голову спрятала но думаю все пропала моя самочка самая лучшая одна из лучших я быстренько начал ее реанимировать достал лампочку достал пробиотики думаю чем лечить сейчас антибиотик дать допустим там тетрациклин или какой-то другой можно испортить кладку могут быть стерильными яйца ну и я придумал лампочку над гнездом все быстро сделал в походных условиях такая была небольшая импровизация потому что в первый раз такая ситуация в принципе такого не было раньше было все ну и раньше я пропытался разводить разводил канарейку как бы в глубокой весной то есть в конце марта в начале апреля возможно из-за этого потому что теплее в помещении сейчас как бы холоднее там все равно сквозняки ну в общем сейчас мы с вами отправляемся канарейкам все покажу наглядным образом сами все увидите вместе подумаем что повлияло на ухудшение состояния канарейки и покажу как я вышел из ситуации победителям и так мы с вами у канареек перед нами как раз та самая канарейка которая почувствовала себя плохо вот это вот она желтая самочка вот это желтая самочкой сейчас сидит с таким самцом вон чубатый самец который пил все время на предыдущих видео вот значит у них произошла такая ситуация вот таким образом я тут вот видите я приделал лампочку просто патрон с проводом повесил вот крутил лампочку это лампочка сороковка нет это шестидесятка то есть 66 60 ватт лампочка она греет она горячая вот камера ее показывает как диодную но не в общем это обыкновенная лампа накаливания на 60 ватт если нету 60 ватт можно 75 но к тому говорю что сороковка допустим не подойдет сороковка слишком короче сороковка это ни о чем потому что температура канарейки у нее сама температура тела 38 38 и 2 там 38 и 5 вот такая температура тела канарейки и лампочка сороковка будет ни о чем надо или шестидесятку или семьдесят пятку повесить рядышком лампа ее будет греть она прогревается есть становится лучше в общем здесь получается две причины теоретически как бы сто процентов утверждать не знаю я что повлияло и из-за чего все это произошло ну первая причина канарейка накануне перед тем как заболеть она строила гнездо то есть собиралась снестись и вот накануне того как ей снестись ей стало плохо она сидит когда я зашел вечером она сидела вот тут на жердочке нагухли на надутая такая как одуванчик пушистая была и голову спрятала под крыло вот ну я подумал что возможно возможно застревает яйцо она не может разнестись как бы есть такая версия допускается но что меня как бы сбило с этой версии когда она сидела вот здесь на палочке и она испражняется и видно как бы кал кал пролетел так на бумагу и на бумаге оказалась практически такая жидкая вода цветом примерно как если воду смешать с молоком такая мутная белая вода то есть чтобы это могло быть может быть что-то съела чё она могла съесть не знаю в общем вот такие вот две версии то ли яйцо то ли что-то было с пищеварением значит я ей в поилку сюда в воду тут поилка небольшая ногу наверно грамм 30 на раз здесь будет я высыпал сюда пол чайной ложки пробиотика витома сейчас покажу вот такой высыпал наш я туда витома это было три дня назад и вот так соорудил просто взял удлинитель быстренько воткнул в резетку вот видите идет провод у меня здесь по клетке по клетке по клетке и принципе прям сюда к гнезду то есть когда самка садится в гнездо и греет эта лампа потому что сейчас зима и в принципе здесь достаточно прохладно ночью ну где-то наверное плюс 9 или плюс 10 будет вот так я думаю на всякий случай буду подогревать вот значит так конорейка стала пить прям сразу почему-то прям сразу я заменил воду в поилке сдал с пробиотиком конорейка сразу побежала вернее подошла к воде и начала пить как будто по сигналу в общем она напилась и когда уже я пришел выключать свет у меня тут свет выключить як он выключается автоматически сейчас покажу вам автоматы эти вот такая здесь система стоит здесь выставляешь допустим 8 утра включается все это к примеру 8 утра включается и в 10 вечера выключается к примеру и все и шланг пошел там провод и все это по проводам идет и прикручены лампочки вот этот шланг идет он в изоленте вот пожалуйста один патрон я здесь лампочку выкрутил потому что здесь сейчас располагается у меня репел думаю сильно ярко не надо и самки вот ждут ждут весны и самочки тоже думаю сильно ярко не надо потому что вот сейчас освещение это на них светится окна вот за у меня за спиной окно ну в общем такое у меня освещение здесь вот стоят обычно здесь диодные лампы вот ну значит такие вот ну и вот поскольку канарейка моя заболела я думаю пойду-ка я перед тем как отключится с системой свет понаблюдаю что там с ней как там с как она когда я пришел канарейка сидела уже в гнезде около лампы ну вот там под лампочкой то есть она грелась ей было тепло затем на второй день снова я повторил витом и лампочка канарейка уже вообще себя хорошо чувствовала и вот вчера она снесла яйцо то есть это получается вечер второго дня или утро третьего примерно так она снесла яйцо сейчас я вам покажу это яйцо сейчас я вам покажу яйцо но перед тем как показать яйцо хотел бы тоже сказать вот чуть не забыл здесь значит помимо пробиотиков в паилку я еще насыпал кормушку здесь у них кормушка и вот здесь как вам показать а вот видите такой цвет это у меня глина вот здесь глина в общем я делал камни там глина и звездка ракушка ну я и быстро сюда насыпал но преимущественно здесь карьерная глина просто обычная коричневая глина вот сюда тут побольше и было на час с кормом перемешалась в общем вот вот это вот я предпринял такие действия пробиотик глина и лампочка канарейки значительно стало лучше ну прям буквально вот на следующий день потом следующий день есть стало лучше так сейчас покажу вам яйца вот видно сейчас да вам там даже даже уже два яйца получается вчера канарейка снесла яйцо и сегодня канарейка уже выходит что второе яйцо снесла а приболела три дня назад вот так хорошо видно вот в принципе на вид яички хорошие посмотрим оплод не буду теперь волноваться оплодотворила не оплодотворила вернее может быть совместно оплодотворил но как канарейка это приняла она же была и было плохо не знаю что будет с этого главное в такой вот ситуации я понял нельзя нельзя ее спасать антибиотиками ну как бы тут надо делать выбор то ли или канарейку спасатели кладку спасать но я думаю тут разумно конечно канарейку спасать потому что зачем нам кладка если у нас канарейка погибает ну вот вроде как все прошло хорошо канарейка снесла а уже второе яйцо снесла чувствует себя я думаю она неплохо но хотя обратите внимание немножко она как-то вот чуть-чуть то ли ну чуть-чуть поддутенькое перо у нее вот если самец более такой гладкое перо да то у нее немножко ну по крайней мере она активная кал у нее ну и кал вот еще у нее не идеальный конечно но пойдет уже лучше а то прям вода была по питанию у нас обычная классика сухая зерносмесь и пророщенные семечки пшеница немножко рапса там перемешку вот пошла она уже хоть хочет садиться на яйца я ее тут пугаю отвлекаю в общем хотел подвести итоги данной ситуации если кто-то будет если кто-то когда-то столкнется потому что от этого никто не застрахован и что ждать завтра что ждать послезавтра никто не знает это как есть поговорка ходить по воде и ноги не намочить так не бывает по крайней мере у простых смертных в общем вот у меня такая ситуация верни как вот этот прием мою канарейку спас лампочка пробиотики и глина ну глина не знаю хотите глину пользуйтесь хотите не пользуйтесь но в принципе глина для пищеварения никогда хуже не делала что попугаем что канарейкам вот обратите внимание сегодня кеннер не особо поет он видимо переволновался теперь тишина может он успокоился то что канарейка уже снеслась помните на предыдущих видео как он пел он без конца пел не давал мне слова сказать так тут по соседству значит что тоже красная это канарейка с карачао-черкесии это уже третья я покупал 42 самки два самца и вот все-таки ошиблись мы конкретно у меня получалось получилось не две самки два самца а две самки и две самки общем я купил четыре самки а заводчик продал как ну это ничего поправимся потом созвонимся вот она уже сидит на гнезде это третья в общем так вот тут первая самка вон она здесь вторая самка кормит птенцов а тут 3 а 4 сидит еще в зале ожидания кстати забыл сказать на предыдущем видео когда я вам показывал свою ситуацию по канарейкам у меня здесь у этой самки вылупился один птенец она же кормила одного птенца а эта самка кормила двух птенцов я еще с вами советовался как мне быть то есть ну убрать у той канарейки птенчика отдать этой канарейки потому что так будет как бы более более продуктивно ну потому что одного птенца кормить как бы ни то ни сё но я так и сделал я передал эстафету по выкармливанию птенцов этой самки она ее с радостью приняла прям умница кормит и вот сейчас она видимо кормила птенцов давайте немножко и и потревожим раз уж уж мы здесь с камерой не будем терять удобный случай аккуратненько полезем в гнездо я вам покажу малышню это уже по соседству их тут трое кстати самка тоже сначала плохо кормила капризничала я ее уговаривал ну где-то дней пять я ее уговаривал корми корми начала кормить это короче уже подкидыш номер два тот мой первый подкидыш зачах почему-то сам по себе зачах 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 и и отошел а этот подкидыш нормальный ну я все-таки думаю потому что фундамент был слабый у того подкидыша у этого все в порядке значит смотрите слева и справа это канарейки маленькие родные этой самки этой самки и этого самца а вот это вот по центру вон он по центру это от чисто желтых родителей я хочу в этом году сделать уклон такой опереться чтобы были побольше желтых чисто желтых хочу у меня разных каких-то непонятных цветов ну крапушки это все есть но вот хочу желтых чтобы было побольше вот поняли вот родители хотя здесь самец чисто желтый самка вот такая какая есть а птенцов видите дали два птенца они будут желтые а плечи у них будут мазаны вроде когда симметрично это красиво но хочется желтых таких лимончиков потому что ну потому что это классика и мне очень нравится когда они желтые такие огненно-лимонные так ну и вот значит сам птенчика я у нее забрал она где-то примерно погуляла недельки наверное полторы недельки она побегала уже без птенцов и вот сегодня у нее второе яйцо вчера была первая но вот за малым я ее не потерял причину честно сказать до сих пор не знаю может быть то что холодно и как-то что-то там с яйцом случилось точно я не знаю так ну вроде вот так по этой ситуации все пишите в комментариях кто что думал если вам если вам видео полезно можете вообще смело рекомендовать своим знакомым птицеводам камероводам будем расширять круг общения здесь также сидят вот малышня которым сегодня у меня уже это которые вылупились 25 февраля вот они сегодня у нас 19 19 то есть этим птицам уже 25 дней 26 дней вот так что такое вот так выглядят птенцы в 26 день самка вон там уже сидит на гнезде птенец вылитый на самца похож но по полу еще не знаю кто самка сидит на второй кладке уже вот такие вот дела там репил вон там репил более затемненном углу рядом с санками на этом я прощаюсь с вами но ненадолго продолжение следует до скорой встречи подписывайтесь и будет вам счастье